Девчонки, всем привет! Мы сейчас собираемся с родителями. Они у меня заказывают мясо. Часто я вам показывала. Ну, не часто, когда заканчивается мясо. Заказали свинины. Вот сегодня зарезали. И вот пол свиньи мы забираем. Часть там в Сыратову везу. Часть у родителей остается в сало. Они засолят, наверное, сегодня. Ну, я вам покажу. Едем в Добринку. Это соседнее село. Вот. Может быть, немножко Добринки вам тоже поснимаю. Так что поехали вместе. Давно не снимала. У меня три-четыре. Может быть, даже больше. Вот. Никаких событий не было. Это сейчас грандиозное событие для семьи. Поехать купить пол свиньи. Да, бать? Да. Ой, неблагородные животные. Как их можно кушать? Так они на вкусные, между прочим. Может быть, ну, жалковато их. Ну, вот раньше же подавалась пульская колпаса. Дай. Дом вот делают. Крышу над домом. Красивые цветочки. Вон, люди высаживают. И, оказывается, в этом доме живет мамина это, одноклассница. Мама, у меня спрашивали, а что это за одноклассница, которая в параллельном классе была? Вот она, Люда. Ну, вот. Она же твоя одноклассница, она же в параллельном классе была. Ну, одноклассница. Я в А училась, а в Б. Ну, одноклассница, это когда в одном классе учились. Погодка. В соседнем классе. Вот. Что хотелось сказать? У нас одноклассница, все, которые в А и Б, это все одноклассницы. Понятно. И чебачка, если она нам младше училась, она уже не одноклассница. Ясно. Вот, что я хотела сказать. Что я хотела сказать, мам. А, вот эти вот, которые дерево у нас растет. Меня люди спросили, что это за дерево. Надо посмотреть, надо сфоткать. А откуда оно? Это не Люда вот это дала. Да, не у всех я вижу. Два тросточка дала. И бечка вообще мне дала его. Люд, тебе нужно тут у Люды? Я выкапываю себе туда и тебе. Ну, давай. Вот ту одну съели, которая за забором. А это вот я загородила. И там отростков, между прочим, полно от дерева. Так она так быстро выросла, что ли? Да, да. Интересно, что это за дерево? Там отростков в море жарко. Да вообще, духота. Вот мы сегодня все абрикосы порвали, мам. Порвали, да? Да, абрикосы хорошие. Абрикосы в этом году полно. Вишни полно. Абрикосы не успеваем на рынок съездить, купить. Завтра поедем. Завтра поедем, купим. Мы уже неделю собираемся. Неделю, да. Купану 100 золотых. Я как бы не собираюсь. Вы собираетесь, Алянки? Почему? А я знаю, что вы устроите тягомотину. Я что? Ну посмотрим. Поэтому я даже и не собираюсь. Ну посмотрим. Доменьки поснимаю вам деревенские. Это, мам, а полепиха растет или что это такое? Я не знаю. Либо бузина, либо калина. Либо я в ней вот не понимаю. Надо разобраться, дай, что это такое. Не выспалась. Вот. Кто мне просил Ленева поснимать, посмотрите. Вообще, поехал быстро. Сейчас мы как раз вдоль всего Ленева поедем. Это не всего только третья часть. Ну, до конца поедем. Это вот наша бывшая больница. Это вот корпуса. У нас огромная была больница. Там три корпуса. Даже кардиологическая. Да, мам, отделение было? Нет. Кардиологическая. Не было? Ну, а дед почему сердцем здесь лежал? Терапевт. Ага. Понятно. Все. Ну, все равно три корпуса была. Терапевт, хирург. Операции делали здесь. Да и даже операции делали. Вон висят тоже. Что-то, мам, смотри. А, это яблоки. Смотри, какую урожайность в этом году. Яблоко одно. А, это вот канал, да, мам, бывший? Нет, это настоящий. А, он действующий разве? Воду подают. Как он называется? Подоконат. Не подоконат. Подъем. Подъем. Подъем он называется. Почему? Не знаю. Бывший саппоз. Гаражи. Гуся-то там написано. Да. Гаражи бывшего саппоза. В гаражей вон сколько? Пилорамы. Бери, не хочу. Остатки пилорамы. На которые сейчас СТО, да? СТО там ковры чистят. Ковры чистят. А это наш поселок Южный. Поселок Южный, частный сектор. Очень много домов. Ну как, по сельским меркам. Неплохой, большой район Южный. Строили, когда мне, наверное, лет 10 было, да, мам, начали строить? Не помнишь? Ну и вот нам до Добринки осталось... Не знаю, сколько. Я думаю, здесь указатель будет. Это дорога по направлению в Котово, Камышин и Волгоград. Вот такая вот она у нас разбитая. Кстати, очень плохая дорога. Ну как плохая. Я вот, когда мы едем, когда она, этот, на море. Вот. И трасса-то у нас хорошая. М4, да, бать? И там есть и пешеходные переходы. Ну красивые. А у нас какой-то, знаете, вот как будто до нас цивилизация. Что-то не доходит и не доходит. Ну не федеральная трасса, и поэтому ей вообще никто не занимается. Ну, она говорит, вся побитая, как после бомбоубежища. Поставивайте адрес Добринки. Сейчас адрес Добринки настроен. Поверните направо. Сюда, папа. Что-то заранее. Там метра она говорила. Так, что-то такое... Что-то какая-то улица. До конца маршрута осталось 200 метров. Вот так по незнанию и хрен найдёшь ещё. Если бы не телефон. Вон яблони. Брошенное яблони заброшенное. Лира 4. Значит, дальше. Ой, сколько заброшенных домов, посмотрите. Очень много. А вот что за это... Тоже абрикосы? Мам, смотри, абрикосы. Прям, причём такие классные, спелые, прям офигенские абрикосы. Всё можно и купить можно. Мира 8. Мира 8. Такая какая-то заброшенная улица, посмотрите. Ой, вообще классно. Вы приехали. Так, мы приехали. 10. 20. Почему 10, когда 20? Странно. Вот эта машина может быть, скорее всего. 20. Это 11. 12. Может, дальше? А почему сказала приезжая? А, ну, а, кстати, уже просто я мира набрала. Я просто мира, а не 20 набрала, потому что 20 он мне не показывал. Поэтому едем дальше. О, смотри, какой большой ангар, просто, можно сказать. Просто ангар, ящий, здоровый какой. Это да, посмотри, какой я здоровый этот. Вообще обалдеть. Настроенный. 12. Этот, вот, знаете, тоже дом заброшенный. Сколько заброшенных домов. Вот, заброшенный. 18. И следующий 20. Вот. Вот это вот у них обреку. Смотри же. Вот. Вот, пожалуйста, вот еще дом. Там 20. Прям на выгоне стоит. Обход у них здесь вот. Вот. Вот обход. Чуть 20 не написано. Так бы не, так и не найдешь нифига. Дай. А, с той стороны тоже не написано, какие. Ну, как жарко вообще на улице, мама. Да, что жарко. Наконец. 17. Вот это 19. Это 20 должен быть. О, что жарко. Ой. Хладко. Не еду. Если сегодня получится, все доделать. Мы на речку поедем. Очень жарко. Видите, как много заброшенных домов в селах? Только фасад такой более-менее красивый. А в глубину заедешь, все. Все. Мужик, красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. И здесь командовал Батя. Не стала показывать вам дом чужой. Мало ли. Куда он здесь? Вот кузов. Ох, ты. Это машина. Классная такая. О! Так, вы прикрывайте сразу. Думаю, когда сейчас покрёт. Сразу закрывайте. Так, сейчас ляжку поднимем. Ага. А, куда ляжку? Туда же. Поднимем и... А что, мухи накидают что-то, что ли? Мухи накидают, что ли? Не понял. Мухи накидают что-то? Запросто. Ну, а ты же сразу разделаешь и сразу... В этот... В хладь. Но не мухи кидают, не дамочек кидают. Понятно, как всё строго. Так, тридцать. Сколько это это? Три, два, три. Девять тысяч. Вот здесь. Девять тысяч ещё? Тридцать один двести, по-моему. Ну, побольше. Тридцать один с половиной было. Девять тысяч. Сколько нужно? Двадцать девять. Не хватит. Заднюю ляжку можно взять ещё. Дай. Отрезы дай. Мне там понравилось, папа, она мясистая. Зря-то сказал, что... Она одинаковая. Здесь масло больше. Просто тут масло больше. Тут хребет, понимаешь? Тут хребет. Надо забрать там, где ещё больше мяса. А там это. Так, сейчас я тоже с той стороны. Всё, закрыли? Так, нет. Считаем, сколько денег. Они там, это... 48 килограмм. Ну, вот, спорно. На три. Пускай. Сейчас она... Сейчас она... Они там стоят, она на конкуляторе. Это ваша личная машина? Да. Выйдем из этого. А вот это вот что было, папа, не знаешь? А? Это разрушенная. Баня. Баня была? Общественная, да? Ой, вообще супер. Представляете, раньше была тоже общественная баня. Вот это остатки, то, что от неё осталось. Как жалко, а? Раньше была жизнь в сёлах и в деревнях, да, мама? В посёлках, в посёлках городского типа, даже в сёлах. В городе никто не рвался, все в деревне стремились. Потому что было классно, всё было, еда была. В 90-е годы, мама, у вас здесь был голод? Нет. Не было. Представляете, вот в 90-е в городах там убивали, я знаю, в подъездах. Ну, мне рассказывали, реально не платили людям зарплату, нечего было есть. А так как они здесь жили, у них здесь чё, я считаю, и своя скотина была, и ещё плюс ко всему там совхоз, колхоз. Ну, короче, всё, и молоко, и мясо, и овощи, и всё было, да, мам? И свой ещё огород был. Значит, сейчас закрой магазин, и город весь побежит в деревню. Там нищета будет, и голод. Ну, это понятно. У городских людей запасов нету. Нет, конечно, ну вот закончили запас, чё, куда-то. Это только у деревенских запасов, только деревенские более-менее как-то проживут. Вот. Всегда можно купить, даже если у тебя у самого нету, но есть деньги, всегда можно купить, нет так обменять на что-то. Ну, то есть... А вот это вот чё такое? Кошары какие-то тоже? Это, возможно, кочегарка, там, вон труба торчит. Но мы не застанем, это-то больше, Добринку, мы сейчас вот на асфальт и выезжаем уже. Вот видите, вот это всё раньше было рабочее, действующее, функционирующее, вот. Вон тоже там кошары какие-то. Это вот там тоже въезд в Добринку, это вот основной въезд в Добринку. Вот кошара, посмотрите. Всё, это всё раньше работало. Ты решил, что больше. Так, это другая сторона Ленёва. Другая сторона. Это бывший... Вот эта вот территория, то, что вы видите, деревья, и немножко фундамента осталось, и плиты. Это бывший завод, как раз консервный сдавод, он огромный, вот он всё длится, длится, длится. Вот этот магазин, это тот магазин, в котором мы стояли за сгущенным молоком. Там вот уже всё заросло. Был у нас кинотеатр, это общежитие, у меня там прабабушка жила в этом общежитии. Двухэтажки. Вот это больничка. Подскажите, а по чём абрикосы у вас? Абрикосы по чём? Абрикос ведро 450. 450, а сколько там килограмм? Где-то 7 килограмм. 7 килограмм. А можно у вас попробовать один абрикосик взять? И можно ваш номер телефона, если, ну как бы, просто мы сейчас без денег, чтобы с вами созвониться, например. У вас же ещё есть? Ещё есть, но только ещё не поспевший. Не поспевший, да? Сложно это разделывать, всё это дело, потому что вот сейчас... Ты всё поддоделывал, да? Ещё там у тебя? Ещё ляжка, да? Целая. Вот привозишь сначала, и потом ещё весь день всё это разделываешь. Разделяешь мясо от костей. А вот сало, сало мы насчитали уже. То есть, ну, мы, может, даже посмотрим не так уж и бюджетно. Который, короче, килограмм стоит 300 рублей. Это живым весом, если вместе с салом. 450 рублей, если бы у нас обрезали бы это сало. И вот мы сейчас высчитываем, сколько у нас получилось сало, сколько мяса, сколько костей. И мотолышка эта мама отдельно посчитала на... Ну, его там не расчленишь. Там и мясо, и сало, и кости. Вот, это на холодец. Поэтому мы посмотрим, как выгодно всё-таки брать без сала или с салом. Потому что сало, представляете, вот это целый тазик сала. Вот куда его? Мы уже думаем закоптить, засолить. Чё вам? Закоптить, засолить. Вот. И капитон здесь, тут как тут, лежит тоже с нами. А я чищу чеснок, это на то, чтобы засолить сало. Непрекращающийся гром. Шикарно. Ух ты! Шикарно. 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 Супер! Вообще впервые такое слышу. Небо гневается. Сегодня вкусный ужин. Помидорки, причем очень классные. Мы брали, кто в Жирновске, привозят в кулинарию. Кстати, а может быть в разные кулинарии привозят? Может и в Жирновскую кулинарию привозят? Может и в Ленёвскую центральную заехать? Вот, очень вкусные розовые помидоры. Обалденные. Почти точно такие же, как растут на грядке. И это уникально. Пюрешечка. Бать собирает вручную ЖК. То есть она нетравленная, просто натуральная, стопроцентно натуральная. И мяско, которое мы сегодня взяли, купили. И капитошкин, который уже требует свою порцию. Так что у нас просто шикарный, что сегодня ужин. Наконец-то мы дождались мяса. А то последний раз мы плов делали с этим, с колбасой. Вот. Мясо прям вообще. Нет. Давненько. С ботяничкой идём за сметанкой. Нам свежую сметанку сделали. И у нас тут, как это сказать, события. События года просто. Какого года? Пап, сколько здесь света не было? Да всю жизнь не было. Всю жизнь не было? Ну как, то горят какие-то, то не горят. Представляете, вдоль всей улицы у нас как-то на днях свет отключали. Вдоль всей улицы нам поставили фонари. И там, и там. И посмотрите, на улице какая-то туманность. То есть вы видите, не потому что камера у меня как-то плохо работает. Тут даже два фонаря, что ли. Даже два фонаря. Обалдеть. Цивилизация дошла. Вот. Это, видимо, испарения идут. Потому что здесь у нас идут постоянно дожди. Каждый день. Хоть раз в день проходит дождь. И видно, вот сейчас испаряется. Хотя мы в куртках вышли. Прохладненько. Вот. А лампы сейчас такие, не помню, то ли лед. Какие-то такие яркие прям. И вот, да, и они такие точечные. Лед, наверное, лампы. Теперь освещение по всей улице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...